Сейчас мы с вами продолжаем изучение программы химии. Я напомню, что мы с вами познакомились с металлами. Мы говорили о щелочных металлах, говорили об особенностях соединений алюминия, железа. И сегодня, наверное, пришло время, когда мы должны поговорить о записи химических реакций, которые протекают при записи различных процессов. И я не знаю, стоит ли мне напоминать вам, если можно, напишите еще раз по теории электролитической диссоциации, проходите ли вы, знаете ли вы, но я вот решила сразу подойти к реакциям ионного обмена. Итак, если вы меня видите и слышите, я прошу вас написать, знакомы ли вы с этой теорией, теорией электролитической диссоциации. Вот мне уже пишут. Итак, нет, не знакомы. Итак, я тоже не слышали. Значит, в следующий раз, ну вот, к сожалению, я немножко, может быть, поспешила. Но, может быть, попробую решить эту проблему таким образом, чтобы вам все стало понятно. Итак, в 1874 году шведский ученый обратил внимание на то, что вещества себя ведут по-разному в растворах и расплавах. Но я эту теорию еще раз расскажу. И оказалось, что все вещества, да, шведский ученый Сванте Аренюс, фамилия этого ученого, и есть вещества раствора и расплавы, которых проводит электрический ток, а есть вещества раствора и расплавы, которых не проводит электрический ток. И по известным нам четырем классам соединений он отнес. Оксиды не являются так называемыми электролитами. Электролиты – это вещества, растворы и расплавы, которых проводит электрический ток, и которые диссоциируют, распадаются на ионы. Ну, то есть многие, может быть, и видели, и знают, ну, а те, кто не знает, я вот немножко знакомлю. И вот все наблюдения Сванте Аренюс объединил в теорию так называемой не электрической, как некоторые говорят, а электролитической, то есть вещества, растворы и расплавы, которых проводит электрический ток, называются электролитами. Вещества, растворы и расплавы, которых не проводит электрический ток, не являются электролитами, к ним относятся оксиды. Мы с вами знакомы с четырьмя классами соединений. Эти четыре класса соединений – это оксиды основания кислоты и соли. Так вот, оксиды не являются электролитами. Они при диссоциации не распадаются на ионы. Вещества, кислоты, соли и основания, имеется в виду растворимые, они диссоциируют. При диссоциации они образуют положительные катионы и отрицательные ионы. А не ионы, извините. Реакция ионного обмена – это реакции между ионами. И чтобы эту реакцию записать, надо выполнить три условия. То есть реакция протекает до конца. Это называется еще правилом Бертоле. Если в результате реакции образуется осадок, мы сейчас посмотрим. То есть эти реакции, мы говорим, идут в направлении связывания ионов. Дальше. Вторым условием является выделение газообразного вещества, которое обычно записывается в виде молекулы, так же, как и осадок, поскольку он не диссоциирует. И если образуется малодиссоциирующее вещество – вода. Малодиссоциирующее вещество. Итак, еще раз для ребят, может быть, кто не слышал или кто слышал уже, я еще раз говорю, что мы сегодня рассматриваем только реакции обмена. Я напоминаю, что реакция обмена – это реакция между двумя сложными веществами, в результате которой тоже образуются сложные вещества. Но два или три – мы сейчас обратим внимание на это. И условиями протекания данных реакций является наличие одного или даже двух, а даже, может, иногда и трех условий. Это образование нерастворимого вещества, или мы называем осадка, это обычно указывается стрелочкой, выделение газообразного вещества или образование малодиссоциирующего вещества, такого как вода. Итак, идем далее. Итак, если образуется осадок, вот немножко у меня тут стрелочка съезжает, ее надо немножко будет вот сюда поставить. Итак, реакция взаимодействия. Я при написании этих реакций вам, ребята, вот восьмиклассников мы учим, я учила, придумала вот такой небольшой алгоритм записи. Что мы первым делом делаем? Меняем. В реакции обмен обычно меняется. Первый он соединяется с четвертым, третий со вторым. Обратите внимание, не второй с третьим, а третий со вторым. То есть идет образование натрия СУ4 и КУПРМОАЖ. Затем выполняется буква И. Эта буква говорит о том, что ставятся индексы по степени окисления или по валентностям. Но буква К, коэффициент, обозначает, говорит о том, что число атомов каждого элемента должно быть одинаково. Итак, при написании первой реакции, реакция эта протекает до конца, потому что в результате реакции образуется нерастворимый осадок гидроксид меди КУПРМОЖ дважды и растворимый натрия 2СО4, сульфат натрия. Вторая реакция. Обратите внимание, чтобы ее написать, надо проделать те же самые действия. Соединить первый... Сейчас я указку не выделила. Первый и четвертый ион, аргентум хлор и третий и второй. И затем, согласно валентности или степени окисления у кальция валентность 2 и степень окисления плюс 2 или заряд иона плюс 2, составить правильно формулы. Кальций по правилу креста. И только потом посмотреть, поставить коэффициенты. Серебра в левой и в правой части 2, хлора в левой и в правой части 2. Хлорид серебра – это нерастворимое творожистое вещество. Ну, здесь, к сожалению, желтого цвета, а так оно белого цвета. Хлорид серебра. Здесь, кстати говоря, скорее всего, представлен бромид серебра, потому что он имеет вот такой светло-желтый, даже кремовый осадок. А здесь представлен гидроксид меди. Вот он, как правило, вот такого цвета. Далее, следующий случай. Реакции между карбонатом натрия и нитратом меди. Что вы делаете пошагово? Натрий с натрия внутри. Кальций, обратите внимание, первый, кто, кому сложно, кто не понимает, я обращаюсь к тем, кому, кто понимает, тот, конечно, естественно, быстро напишет. На первый, четвёртый, третий, второй. И реакция эта протекает. Почему? Потому что образуется нерастворимый осадок карбоната кальция. Данные формулы, ну, я повторяю, восьмой класс, составлены согласно валентностям или зарядам ионов. И таким образом, и затем поставлены коэффициенты. И, наконец, последняя реакция. Реакция эта нерастворимый образуется осадок сульфата меди. То есть мы скажем, что данные реакции протекают в сторону, в направлении связывания ионов. И условиями данной реакции является образование осадка. И в обратную сторону данная реакция уже идти не может. Далее. Извините, пожалуйста. Далее смотрим, ребята. Следующие реакции. Если выделяется газ. И вот здесь надо помнить следующее. Значит, реакция между карбонатом кальция и азотной кислотой. Опять делаем то же самое. 1, 4, 3, 2. Как я всегда шутливо говорю. Затем составляем правильно формулы. И согласно зарядам ионов. И смотрим, почему эта реакция является необратимой и реакцией ионного обмена. Потому что угольная кислота является кислотой нестабильной. Она распадается в момент образования на два оксида. Углекислый газ и воду. То есть в данной реакции мы наблюдаем не одно, а сразу два условия протекания реакции до конца. Почему? Потому что вы знаете, что осадок, газ, газообразное вещество или малодиссоциирующее вещество, такое как вода. Таким образом, эта реакция протекает до конца. Является реакцией ионного обмена. Необратимы еще говорят химики. Дальше, следующая реакция между сульфитом натрия и сильной соляной кислотой. Я хочу обратить ваше внимание, и вы уже знаете, что соль реагирует с более сильной кислотой. То есть всегда говорю, сильная вытесняет слабая. Более сильная кислота с точки зрения теории диссоциации вытесняет более слабую кислоту. И в данном случае тоже опять мы записываем. Идет образование сернистой кислоты, которая на самом деле реально существует в виде двух оксидов. То есть всегда записывается, принято так записывать. Сразу распадается на сернистый газ, СО2 оксид серый или диоксид серый. Мы будем говорить о соединениях серы, и я на этом остановлюсь. И вода. То есть сразу, как и в предыдущей реакции, мы видим, что данная реакция протекает до конца. Далее, сульфид серый и соляная кислота. Сульфид серый и соляная кислота. Более сильная соляная кислота вытесняет более слабую сероводородную кислоту из раствора соли и образуется, хотя это вещество нерастворимо, даже в случае раствор, трудно сказать, идет выделение сероводорода. Это вещество, газообразный раствор сероводорода в воде, называется сероводородной кислотой. То есть вот представлено. И, наконец, последняя реакция, когда образуется малодиссоциирующее вещество – вода. Здесь представлены реакции между оксидом и кислотой. Идет эта реакция, напоминаю, все реакции обмена, поскольку те, кто подзабыл реакция замещения, это когда вступает в реакцию простое и сложное вещество. В данном случае оба вещества являются сложными. И смотрим, идет опять образование сульфата меди и малодиссоциирующего вещества – воды. Гидроксид железа-3, мы говорили, да, это гидроксид железа-3 у металлов, которые имеют переменную валентность. Мы всегда указываем в конце эту переменную, не только у металлов, у элементов. Идет реакция обмена, образование хлорида железа и трех молей воды. Я вам скажу такую подсказочку, число молей воды всегда считается по числу гидроксильных групп. То есть 3 моль воды, 3 моль воды образуется так, как 3 гидроксильные группы. И, наконец, последняя реакция между гидроксидом натрия и азотной кислотой. Эта реакция протекает с образованием нитрата натрия и воды, тоже 1 моль. Но это, мы с вами посмотрели, молекулярные уравнения. А как же записываются ионные уравнения? Сейчас, одну секундочку. Итак, давайте посмотрим. Если не образуется осада, касса и вода, то эти реакции обмена, мы можем сказать, обратимы. То есть они идут, а ещё точнее, можно даже сказать, неосуществимы. Потому что по определению химической реакции, это реакция, в которой образуются новые вещества. А здесь, поскольку процессы идут в растворе, эти вещества существуют в ионах, и они не связываются. То есть там очень много при написании реакций тонкостей. Поэтому я при написании реакций, когда ребятам объясняю, я, ну это моё ноу-хау, так скажем, я придумала такой алгоритм. М-И-К-Р-И-С. Такое немножко не существующее слово, как микрис. Но это зашифрованные буквы, вот тех ходов, которые ребята должны сделать. Ну вот здесь представлены, почему эти реакции являются неосуществимыми. Я бы даже не сказала обратимыми. Они просто неосуществимы, потому что новые вещества при этом не образуются. Данные вещества существуют в виде ионов, и мы не видим визуально или не наблюдаем признаков протекания реакции. То есть все вещества абсолютно растворимы. Я постараюсь вернуться к этому вопросу. Итак, для... Вот теперь самое сложное, пожалуй, начинается, чтобы понять. Сейчас, одну минуточку. Немножко съехала презентации. Итак, для реакции ионного обмена сначала составляется молекулярное уравнение, а потом записываются полные и сокращенные ионные уравнения. При этом на ионы никогда не раскладывают или на ионы, говорят правильнее, не распадаются. Нерастворимые вещества. Это можно увидеть в таблице растворимости, когда вы по горизонтали и по вертикали сопоставляете катион и анион. Ну, например, сульфат бария. Вы можете, кто этого не делал, найти барий, 2 с плюсом, катион бария и СО4 по вертикали сульфат ион. Вы увидите букву Н. Это значит, вещество нерастворимо, и оно при диссоциации, то есть при растворении в воде, поскольку оно нерастворимо, оно не диссоциирует, не распадается на ионы. Также неэлектролитами, то есть не диссоциирующими, не распадающимися на ионы, являются оксиды. Вода является малодиссоциирующим веществом, и поэтому его принято оставлять в виде молекулы. И, конечно, это газообразные вещества, например, углекислый газ СО2 или СО2 и так далее. Итак, помним, самое главное, помним, что ионы – это заряженные частицы. Катионы – это положительно заряженные, а неоны – отрицательно заряженные. То есть вот это четко помним. Итак, при записи мы записали сначала молекулярное уравнение, сделав первые три шага М и К. Поменяли 1,4, 3,2 над Купрум-ОН и натрий-СО4. Я напоминаю, 1,4,3,2. Затем по зарядам иодов или по валентностям правильно составили формулы соединений. Потом обратили внимание на коэффициенты, буква К. Следующее правило мы посмотрели, букву сделали, букву Р. Мы посмотрели, какие вещества растворимы, то есть под сульфатом миди, под гидроксидом натрия и под сульфатом натрия мы поставили букву Р для того, чтобы знать, что это вещество растворимое. А вот Купрум-ОН дважды является нерастворимым. Вы найдете в конце таблицы растворимости верхней строчечки Купрум-ОН дважды буква Н стоит. Значит, мы его записываем в виде молекулы, будем всегда записывать, оно не диссоциирует, и рядом ставим стрелочка, которая как бы символизирует то, что это вещество выпадает в осадок. Итак, обратите внимание, вещества, которые растворимы и являются электролитами, это кислоты, соли и щелочи, мы записываем в виде ионов. Все реально существующие ионы, я ребятам всегда говорю, записаны в таблице растворимости. Значит, сульфат меди в воде диссоциирует, распадается на катион меди и сульфат ион. Два моль гидроксида натрия, посмотрите, левый, катионы и анионы, их число равно коэффициенту. Значит, если перед всей молекулой гидроксида меди стоит коэффициент 2, вы пишете 2 катиона и 2 аниона. Я шутливо ребятам всегда говорю, 2 яблока желтых, красных, вы режете желтую половинку и красную. Если вы 2 яблока режете, у вас будут 2 желтых половинки, 2 красных половинки. То есть, легко понять, то есть, если что-то 2 целых вы делите или 2 шоколадки делите, у вас получается, ну вот, мы с ребятами прямо на уроке это делаем, яблоки, шоколад, естественно, яблоки в лаборатории нельзя, но обычно бумага нам служит таким помощником. Итак, в правой части, поскольку растворим сульфат натрия является электролитом, мы записываем катион натрия, 2 катиона натрия, индекс становится коэффициентом и сульфат меди. А вот гидроксид меди мы не имеем права записать в виде ионов. И чтобы показать сущность химической реакции, что происходит при реакции, мы записываем третье, которое называется сокращенным ионным уравнением. Данное уравнение указывает суть, химизм данной реакции. мы его визуально видим в выпадении этого осадка. Но для того, чтобы из полного ионного уравнения, с помощью полного ионного уравнения записать сокращенное ионное уравнение, достаточно сократить абсолютно одинаковые ионы. То есть посмотреть, какой ион в левой и правой части находится в абсолютно одинаковом виде. в данном случае это сульфаты меди и катионы натрия. Их одинаковое число. И они абсолютно... Мы их зачеркнули. И вниз мы списываем то, что остается незачеркнутым. Это катион меди и два гидроксида иона. А в правой части гидроксид меди. Таким образом, мы имеем три уравнения. Молекулярное, в котором записаны вещества в виде молекул. Полное ионное, в котором записаны вещества в том виде, в каком они существуют в растворе. Я напомню, что некоторые вещества, вне некоторое есть вещества, которые в растворе находятся в виде ионов, положительно заряженных катионов и анионов. Соли в виде катионов металла и анионов кислотного остатка. Кислоты в виде катионов водорода и анионов кислотного остатка. И щелочи в виде катионов металла и гидроксид ионов, то есть отрицательно заряженных анионов. И таким образом, когда все сократилось, мы получаем так называемое сокращенное ионное уравнение, потому что вот эти анионы и катионы мы можем поменять, но суть реакции не изменится. Химизм реакции – выпадение, связывание ионов, выпадение осадка. Ещё пример, значит, как вот здесь записывается. Карбонат кальция и азотная кислота. В данном случае мы видим, что образуется карбонат, нитрат кальция и угольная кислота, которая в момент образования, или говорят химики, существует в динамике, распадается на углекислый газ и воду. Мы то вещь делаем опять, вот тут же я вам такую подсказочку даю, микрис, да, М-И-К-Р-И-С-С, это последнее сокращаем. Что мы делаем? Мы записываем, меняем, потом составляем согласно зарядам ионов индексы, затем правильно ставим коэффициенты, затем смотрим, какие вещества растворимы. Карбонат кальция не растворим, и углекислый газ уходит в виде газа, а вот рядом с водой не надо ставить стрелочку, это просто малодиссоциирующее вещество. Затем буква Р. Потом в виде ионов мы записываем, вот это предпоследняя буква И, то, что является электролитом и в растворе будет находиться в виде ионов. То есть это азотная кислота, это нитрат кальция, а вот воду и углекислый газ мы не изменяем, потому что они не электролиты, не малодиссоциирующие вещества, или углекислый газ не электролит. Сейчас, одну секундочку я. Далее, ребятки, смотрим, что теперь мы делаем И. Сделав И, мы сокращаем. Мы сокращаем абсолютно одинаковые ионы. Это нитрат ион, нитрат ион, и остается карбонат кальция и кальция. Они будут существовать в абсолютно разном виде. Протоны водорода и, значит, и вода, и углекислый газ. Значит, сокращенное ионное уравнение для данной реакции будет следующим. То есть здесь мы наблюдаем выделение газа. Следующая реакция. Здесь тоже идет выделение сероводорода. Оно у нас уже было. Стрелочку лучше ставить все-таки вот здесь, сразу после формулы. То же самое мы проделываем. Мы записываем, меняем 1, 4, 3, 2. Затем ставим индексы по зарядам ионов. Затем коэффициенты. Затем смотрим, что растворимо, что нерастворимо. И знаем, что сероводород – это газ. Он выходит в реакции. И только потом записываем в виде ионов то, что растворимо. Это 2 моль соляной кислоты образует 2 протона водорода и 2 хлорид иона. И хлорид меди тоже существует. Это электролит, растворимая соль в виде ионов. И только потом делаем последнее С. Мы сейчас сокращаем абсолютно одинаковые ионы. Здесь неправильно зачеркнута хлорид и хлорид. Медь, к сожалению, немножко съехала презентация, извините. Купрум-С остается у нас. И медь остается у нас в левой и в правой части. И протоны водорода. То есть получается, что протоны водорода связываются с сульфидами ионами и образуют малодиссоциирующее газообразное вещество, такое как вода. Так, сейчас одну секундочку. Ну вот у меня здесь. И еще один пример. Только, пожалуйста, пишите, если вам какие-то вопросы непонятны. Вот что я объясняю. Потому что, конечно, очень сложно без обратной связи. Итак, еще одна реакция обмена. Еще раз, кому сложно, я еще раз проговорю. Что мы делаем? При написании молекулярного уравнения, если мы меняем 1,4,3,2, водород и гидроксильная группа всегда дают воду, значит, мы видим, что данная реакция обмена протекает с выполнением одного из трех условий. Образуется малодиссоциирующее вещество – вода. Затем мы правильно составляем формулы, коэффициенты. И дальше смотрим, какие вещества растворимы. Пользуясь таблицей растворимости. Ну, если не знаем. Растворим гидроксид натрия, растворим азотная кислота и растворим нитрат натрия. Все вещества, которые кислоты, соли и щелочи являются электролитами и в растворах, они находятся в виде ионов. Записываем в виде ионов. Все реально существующие ионы, я обращу ваше внимание на одну ошибку, какую ребята обычно делают, вот когда знакомятся с этой теорией, с уравнениями, они пишут, НО3, значит, ион НО3. Стоит вот эта троечка. Ага, поставлю-ка я его как коэффициент. Нет, все реально существующие ионы в таблице растворимости, как я иногда говорю, подмывает вас написать 3НО или НО3. Посмотрите, в таблице растворимости существует ион НО3, но нет иона 3НО. Поэтому, да, оксид НО есть, но это совершенно другое соединение и другое. Здесь речь идет об ионе. Далее. Теперь делаем то, что растворим и записали в виде ионов. И теперь сокращаем абсолютно одинаковые ионы. Это ион НО3, ион НО3 в левой, в правой части они полностью, нитрат ион полностью сократился. И у нас осталось, ну, тут немножко, извините, съехала вот эта черточка, вода как малодиссоциирующее вещество. Значит, механизм, химизм реакции, не механизм, я говорила, химизм реакции сводится к образованию малодиссоциирующего вещества воды. Дальше. И вот вы можете посмотреть, а если нет условий. Вот в данном случае здесь представлена реакция между фосфатом калия и хлоридом натрия. В данном случае все вещества и исходные, и конечные продукты реакции растворимы. И при написании, при желании написать полное и сокращенное уравнение, у вас все сократится. То есть это говорит о том, что данная реакция несуществима. Нет связывания ионов. Они в растворе существуют в виде ионов. Могут соединяться, не образовывая новые вещества. Но здесь вы можете самостоятельно дома это посмотреть. И правильный ответ, то есть потренироваться. А вот несколько заданий интересных для вас. Колдунья с вороном отравили лечебный колодец, в котором был раствор хлористого кальция, хлорида кальция, кальций хлор 2, который помогал целому городу. Он использовался горожанами при отравлении, кровотечениях, аллергиях. Они превратили раствор кальций хлор 2 в нерастворимый известняк кальций СО3, карбонат кальция. Помогите жителям раскладывать колодец, если в вашем распоряжении есть растворы хлорида натрия, карбоната натрия, соляной кислоты, серной кислоты и нитрата цинка. Как это сделать? У вас исходное вещество кальций СО3. Это соль слабой кислоты. Вам надо найти и добавить соляную кислоту. Почему? Почему не натрий хлор? Все сразу кричат, я знаю, я знаю, надо натрий хлор, соль бросить в колодец. Ничего подобного. Если вы посмотрите две реакции между хлоридом натрия и карбонатом кальция, то вы увидите, что условие не выполняется. Идет образование карбоната натрия, тоже растворимого, и хлорида кальция, который тоже является растворимым. То есть условия проведения реакции не выполняются. Но если вы добавляете соляную кислоту к данному известняку, то данная реакция протекает следующим образом. То есть идет образование, вы видите здесь, в данной химической реакции протекания и наблюдаете наличие двух условий. Это малодиссоциирующего вещества воды и газа, углекислого газа, газообразного вещества. Чтобы написать данную реакцию, оно у нас было, надо обратить внимание, что является растворимым, что является нерастворимым. Карбонат кальция является нерастворимым веществом, соляная кислота растворима и хлорид кальция растворим. Значит, в виде ионов вы записываете соляную кислоту и хлорид кальция. Вода и углекислый газ остаются в молекулярном виде, поскольку они являются вода, малодиссоциирующая вещество, углекислый газ не электролит, не диссоциирует. Далее, следующее задание. Ну, извините, что немножко такие детские. Олененок спешит к друзьям. Он шел долгих три дня. Ему осталось перейти реку, но река оказалась испорчена. Она наполнена раствором серной кислоты. Я напоминаю, что серная кислота очень серьезное вещество. И работа с ним, даже с разбавленным раствором, требует. Поэтому нам надо нейтрализовать, говорят химики, эту кислоту, таким образом, чтобы она была безопасна для нашего маленького, вот такого прелестного олененка. Помогите олененку воссоединиться с друзьями, если в вашем распоряжении есть растворы. Поваренные соли натрий-хлор, гидроксида бария, соляной кислоты, сульфата меди и нитрата бария. Что вы можете предложить? Я думаю, что если вы возьмете в руки ручки и попробуете написать, то серная кислота с поваренной солью, там нужны особые условия для протекания этой реакции. Дальше. А вот барий, ОН2, и серная кислота, дадут сразу два условия. Это нерастворимый осадок, сульфата бария, белый кристаллический осадок и воду. Далее. С соляной кислотой, вы знаете, кислота с кислотой не реагирует. С сульфатом меди данная реакция тоже не будет протекать. Ну, протекать при определенных, я не буду сейчас останавливаться на этом. А вот с нитратом бария тоже эта реакция возможна. Возможно. Какую же мы выберем? Давайте посмотрим. Вот в данном случае мы предложили, но я повторю, что с нитратом бария тоже возможна реакция, потому что идет образование нерастворимого сульфата бария и воды. В данном случае здесь вот интересная ситуация. Здесь полное и сокращенное будут практически совпадать, потому что серная кислота растворимое вещество и гидроксид бария растворимый, а вот барий СО4 осадок и 2 моль воды. То есть вот таким образом мы можем дома попробовать, дома вы можете попробовать записать. Ну и наконец, тигренок и крокодилы – это вот знаменитая сказка о докторе Айболите. А у доктора Айболита закончились лекарства. То есть у них есть в распоряжении некоторые химикаты. Это нитрат натрия, мы уже тоже знаем, это вещество встречалось в щелочных металлах, соли щелочных металлов. Гидроксид меди-2, Купрумаш дважды, серная кислота, соляная кислота и хлорид бария. Доктор Айболит знает, что сульфат меди, двухвалентный, может оказывать антисептическое, ну естественно слабой концентрации, вяжущее и ранозаживляющее действие. Помогите нашему доктору Айболиту. Правильный ответ в данном случае будет такой. Мы берем гидроксид меди и серную кислоту. И у нас идет образование сульфата меди растворимого. И мы наблюдаем одно из трех условий. То есть образование малодиссоциирующего вещества, вода. В данной реакции гидроксид меди нерастворим. То есть мы его оставляем в виде молекулы. Серная кислота, растворимое вещество. Мы записываем в виде двух ионов. Это протона фодорода или катиона фодорода и сульфата иона, и сульфат меди. В данном случае данная реакция будет полная и сокращенная, не будут совпадать, как вот в предыдущем случае. Так, сейчас одну секундочку. И, ну вот в данном случае можно, я не буду отвечать на этот вопрос. Вы дома самостоятельно просчитайте. Итак, что мне хотелось бы еще раз отметить, ребят, при написании ионных уравнений. Итак, я напоминаю, что реакции ионного обмена это реакции между сложными веществами. И чтобы эти реакции были осуществимы, должны выполняться три условия. Первое условие – это образование осадка нерастворимого вещества, которого мы отмечаем стрелочкой. Это выделение газообразного вещества и образование малодиссоциирующего вещества воды. Иногда ребята спрашивают, а может быть два или сразу три? Да, может. То есть мы видели в нашем случае, когда идет образование слабой кислоты, угольной кислоты, она распадается в момент образования на углекислый газ и воду. То есть в данном случае мы видим образование газообразного вещества и воды. Далее. Наш чум, я еще хочу остановиться, чтобы обратить ваше внимание. Еще раз. Сейчас, одну секундочку. Проговорить алгоритм записи. Значит, составляются для ионных уравнений. Сначала записывается молекулярное, затем полное ионное, и только потом химизм реакции отражает сокращенное ионное уравнение. Я в полном ионном уравнении вы записываете в виде ионов, вот здесь обращу ваше внимание, те вещества, которые являются электролитами, а это соли растворимые, соли, кислоты и щелочи, растворимые основания в виде ионов. И напоминаю, какую ребята делают ошибку. При записи полного ионного уравнения коэффициент, который стоит перед всей формулой, он автоматически ставится перед, прошу прощения, я оговорилась, не автоматически, там есть нюансы. Коэффициент становится перед и катионом, и анионом. Затем только, когда вы записали вещества в виде ионов, а вещества, которые не являются электролитами, или являются нерастворимыми, мы оставляем в виде молекулы. Так, оставляем в виде молекулы нерастворимые. Дальше, не являются электролитами оксиды. И малодиссоциирующее вещество в воду мы оставляем в виде молекулы. И газообразное вещество. Далее, обязательно при записи полного ионного уравнения мы указываем стрелочкой, если вещество нерастворимо, мы указываем осадок. Если вещество является газообразным, мы ставим стрелочку вверх. Таким образом, мы сразу видим, что условие протекания реакции данной выполнено. Далее, и чтобы записать полное сокращенное ионное уравнение, мы сокращаем, зачеркиваем абсолютно одинаковые в левой и в правой части ионы. То есть, их сокращаем. И то, что не зачеркнули, мы с вами записываем, списываем вниз, и это получаем полное, мы получаем, извините, сокращенное ионное уравнение. Хочется побольше. Итак, еще раз, вот эти мы вопросы проговорили. Только я прошу еще какие-то вопросы, если появляются. Если вот здесь представлены, еще раз напоминаю, я всегда возвращаюсь у меня такая, ну, как бы, манера преподавания, я обращаю внимание на самые сложные моменты. Если при написании вы не видите ни одного из трех условий, ни воды, ни нерастворимого вещества, ни газообразного вещества, такая реакция является неосуществимой. То есть она, поскольку и исходные вещества существуют в виде ионов, и конечные существуют в виде ионов, и они могут не соединяться, как им в новые вещества, они будут существовать в виде исходных веществ. Условия связывания, связывания ионов, мы в таких реакциях не наблюдаем. Поэтому данные реакции не записываются. Так, ну, вот здесь для домашних заданий у вас есть посмотреть, потренироваться. И вот мы с вами разобрали несколько вопросов. Я вернусь вот к тем домашним заданиям, где было сделано, такие у нас используются в данном случае подсказочки. Вы здесь увидите гидроксид натрия, и вот здесь выглядывает хлорид ион. Значит, исходным веществом должна быть соляная кислота и вторым продуктом вода. То есть в данном случае мы наблюдаем протекание реакции до конца. Это будет реакция ионного обмена, потому что реакция протекает между двумя сложными веществами. Они обмениваются своими составными частями и наблюдается протекание реакции до конца. Итак, ребят, наш урок окончен. И я в следующий раз вот не знаю, имеет ли смысл вам еще раз с вами повторять теорию электролитической диссоциации. Но я хочу начать неметаллы, то есть дать обзорную лекцию по неметаллам. В чем? И затем мы уже с вами пойдем по группам, познакомимся подробно с галогенами, с халькогенами шестой группой, главной подгруппой, с азотом, его соединениями, и углерод, и кремний. Тоже самые интересные соединения. Итак, спасибо вам большое за урок. Я надеюсь, вы меня слышали и видели. Пишите, пожалуйста, если есть какие-то вопросы. То есть, ну, вот как бы не пишу. Восьмиклассники очень реагируют. Может быть, вы это все прекрасно знаете. Я повторяюсь, но вот мне хотелось бы вот это повторить.